Народные Республики продолжали вести оборонительные действия по всей линии соприкосновения с украинскими войсками. Бои наибольшие интенсивности проходили при городах Дебальцево, где противник предпринимает отчаянные попытки раздвинуть кольцо окружения и вернуть под свой контроль окружающие город-населенные пункты, оставленные ради. За сутки в результате боевых столкновений по всей линии фронта общей потери вооруженных сил ДНР составили одно БМП, одно САУ, три миномета, один отчеловек убитыми и 29 раненых. По информации получены сегодня в ходе допроса двух сдавшихся в плен на окраине Чернухина украинских пленослужащих из 25-й бригады, командованию украинской группировки отдано распоряжение о минировании в Дебальцево всей железнодорожной инфраструктуры. Целью этих мероприятий является недопущение возможностей вознаболения железнодорожного сообщения между Донецкой и Луганской народными республиками после отступления окруженных в Дебальцево украинских войск направления Артемовска. Минируются локомотивные подвижные составы, развязки железнодорожных линий на станции Дебальцево-Сахтировочное, локомотивные депо и диспершерские пункты, а также административная зона железнодорожного вокзала Дебальцево. Кроме того, по словам плена, с пятницы в Дебальцево уже заминированы городские насосные и трансформаторные станции. Таким образом, Киев уже приготовил город к уничтожению после вывода своих войск. В ходе сегодняшних боев под полный контроль ополчения перешли оставленные украинскими силовиками населенные пункты Калиновка и Редкотуб. Продолжались боевые действия по отражению контоатаки ротной тактической группы противника на позиции ополчения в поселке Чернухино. Подразделения отдельного мотострелкового полка вооруженных сил ДНР утром 8 февраля овладели тактически важной высотой 2 км северо-западнее поселка Лозовое, что значительно расширило возможности подразделения армии ДНР по пресечению переброски резервов и боеприпасов, окруженными Дебальцево-Украинской группировки. Две контратаки украинских войск, предпринятые в целях возвращения контроля над этой высотой, были отражены. Противник понес значительные потери в живой силе и технике. На Донецком направлении подразделения силовых структур Украины продолжали вести обстрелы из реактивных систем СМЕРШ и ГРАД, а также крупнокалиберной артиллерии жилых кварталов города Донецка 4 обстрела и его пригородов 21 обстрел. В территории Донецкого аэропорта 7 обстрелов, а также населенных пунктов Пески, Веселая и Спарта. На Мариупольском направлении украинские силовики ввели интенсивный артиллерийский обстрел позиций ополчений из реактивных систем залпового огня. На восточной окраине Мариуполя зафиксировано прибытие колонны украинской бронетехники из более 20 единиц. Сосредоточение украинским командованием дополнительных сил на этом участке является признаком подготовки штурма оборонительных позиций ополчения, расположенных в районе Новозовска. Потери силовых структур Украины за сутки составили 11 танков, из них 8 уничтожено, 3 захвачено, 6 БМП и БТРов, 3 уничтожено, 2 БМП и 1 БТР захвачено, 9 артиллерийских орудий, 11 автомобилей, лично состава 45 человек убитых. Всего с начала вознаграждения огняных боевых действий в течение 22 суток противник потерял 3 самолета, 1 вертолет, 168 танков, 133 БМП, БТРов, МТЛБ, 124 орудий, полевой артиллерии, 94 автомобиля и 2056 человек убитых. После обстрелов, подвержившаяся городская черта населенных пунктов республики, есть пострадавшие среди мирного населения. За день 2 человека убито, 9 ранены. Убитые 1 в Донецке, 1 в Макеевке. Ранены 8 человек в Донецке, 1 в Макеевке. По Донецку в Петровском районе 2 человека, в Ленинском 2, в Куйбышевском 3 и в Киевском 1. В Киевском хотелось бы отметить, что попадание было в магазин 7 квартал. Предполагается, что все-таки пытались попасть по остановке, которая находится рядом. Было зафиксировано 9 пожаров в результате артобстрела. Хотелось бы отметить, что 2 раза службы МЧС, которые выезжали на нарушение пожара, дополнительно обстреливались, дополнительно, еще раз. Один был в Донецке, один был в Макеевке. Вот кратко то, что мы имеем на сегодня. Если мы говорим о системе залпового огня, смерчи и врага, то расстояние, которое позволяет, это может быть, если особенно смерч, это все, что в округе. Так как они используют кассетный принцип, определить очень тяжело, именно откуда это происходило. Предполагаем, что это в основном районы Западной окраины, города, это район Курахова, может быть, из Волновахи доставать. Так же, в принципе, с Авдеевки. Спасибо. Еще раз, да. Донецк, основатель, Сергей. Скажите, сегодня появилась информация о том, что из района Днепропетровской области выглянулась в сторону Донецка большая группа вооруженной техники ВСУ. Насколько эта информация объективна? Скорее всего, наверное, в чем-то есть объективность эта информация. Причем потому, что те потери, которые несет подразделение армии ВСУ и те подразделения, которые из МВД и националистические батальоны, их нужно пополнять. Такое количество техники здесь же не размещалось. Я уже отмечал о том, что пополнение живой силы техники происходит со второй линии, и шамонируя наоборот. Поэтому это есть. Информационный корпус. У меня вопрос по Чернухину. Можно уточнить, какой процент, кто контролирует? Чернухина фактически уже контролируемая полностью. Спасибо. И второй, можно подразумевать. По городу Комсомольска есть какая-то информация? Там ничего, говорится, и на обстрелах. По городу Комсомольска был обстрел из системы урага. Кассетный принцип применялся. То, что пока точно известно, это трое погибших, два мужчины и ребенок 10 лет, я говорил. Взрыв произошел с левой стороны от них. У них у всех осколочные ранения, которые привели к гибели. Под сердцем. Пока и остальной информации по пострадавшим нет. Потому что здесь СМИ говорит о том, что очень большое количество, пока подтверждений нет. Почему? Потому что мы стараемся подтверждать пострадавших, если мы говорим о погибших, это те, которые доставлены моргом. Может, там под завалом еще есть. И те, кто обращались в медицинские учреждения за оказание помощи. Есть разрушения в городе. Кстати, это уже не первый случай, когда этот город обстреливается из этой системы реактивной. Все, что у нас есть. Пожалуйста, последний вопрос. Скажите, завтра первый день мобилизации, так говорили. Скажите, сколько пунктов будут открыты, где они будут? Все эти пункты, они при военкоматах. Потому что и до этого объявления о том, что дополнительная мобилизация была сделана все, чтобы заработали военкоматы в том объеме, как они должны работать. И принцип мобилизации происходит через данные органы. Вот в каждом районе, где они есть, все должны обращаться туда. Там ведется запись. Также есть медицинские комиссии, которые делают освидетельствование того, что человек пригоден к воинской службе. А не так, как я вам зачитывал перед этим, о том, что ему можно костыли готовить и деревянный гробик уже при жизни. А его берут в армию и говорят о том, что он вводит. Но это будет только добровольство. Да, я еще раз подчеркиваю, это добровольно. Просто было объявлено, почему так громко, о том, что то количество, которое находится вокруг республики, я имею в виду подразделения ВСУ и всех остальных силовых структур, которые принимают участие в истреблении и нациде. Я по-другому не хочу говорить, оно есть. Они вроде бы называют нас террористами. Но так как они ведут, то террористы это они. Поэтому была объявлена дополнительная мобилизация о создании определенного количества воинских подразделений, чтобы не только сдерживать попытки противника, а еще и атаковать и контраковать. Спасибо. Еще вопрос. У меня потом всегда вопрос, что добровольцы он будет в беспечной форме? Конечно. То есть оружие не будет? Нет, сена солома не будет. Все. Да, конечно. Но мы же берем на себя обязательства о том, что любой гражданский, который решил стать военнослужащим, соответственно, обязательства боевого мудирования, по комблению, соответственно, по денежному оборудованию и по вооружению. Те, кто имеет определенного опыта, ему будет предоставлено время и место, где он будет обучаться воинской науке, давайте это так назовем, потому что воевать – это наука. И нужно научить так, чтобы самое главное в этой науке – это оставить свою жизнь в целости. Поэтому это нужно будет учить. Поэтому обеспечение идет полностью. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok